Хоба! Привет! С вами доктор Влад, у нас минус пять, снег гнет, так тихо, днём будет плюс десять. Странная какая-то погода. Ну давайте новости дурацкие, новости дурновости. Послание Путина федеральному собранию состоится в гостином дворе 21 февраля. Да, ну Рыжий уже пришёл заранее. Так, хорошо, ладно, будет посылать в федеральное собрание. Так, названы любимые занятия самых счастливых россиян. Это я всё про Россию. Россияне назвали сон и приём пищи, приносящими больше всего счастье занятиями. Ну физиология, конечно, ещё с соседкой переспать. Так, в Госдуме предложили стереть брыльску из иронии судьбы. И как это можно сделать? Да, есть какая-то технология дипфейк. Она оскорбила своих российских фанатов, назвав их проклятыми богом людьми. Молодец какая, а? Интересно, а кого тогда назначат? А, да ну Бузову, наверное, кого ещё-то? Так, дальше. 17-летняя россиянка легла в больницу с аппендицитом и внезапно родила в туалете. Жительница Ступино. Это где-то под Москвой, по-моему. Странно это. Ну начинается, ребята, да. Начинаются российские дурацкие новости. Путин обратится с посланием, ну я уже сказал, и сделает заявление по спецоперации. Ну вот всё идёт по плану. Кто бы сомневался. Так, две российские крылатые ракеты «Калибр» пересекли границу Украины с Молдовой, попали в воздушное пространство Румынии. Нифига себе. Прицелились. О, вот это интересная новость. Путина можно считать подозреваемым по делу о сбитом в 2014 году в Боинге. Но пока он президент РФ, нельзя привлечь его к ответственности, потому что у него иммунитет, говорит зам главного прокурора Нидерландов Дигна Ван Буцеллер. Так, в общем, он, ну конечно, он виноват. Кто бы сомневался, но привлечь его нельзя. Так, дальше. Взрывы, ребята, опять взрывы, слышны в Кривом Роге и в Кременчугском районе Полтавской области, сообщают украинские СМИ и очевидцы. ПВО сработало в Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях. Вот сволочи. По всей Украине, по всей Украине объявлена новая воздушная тревога. Сообщается, что с аэродрома Мочулищи в Белоруссии взлетел МиГ-31, способный нести ракеты Кинжал. Также зафиксированы пуски ракет в акватории Черного моря. Так, в ночь на 10 февраля, это опять об этом же, войска РФ за час нанесли 17 ракетных ударов по объектам инфраструктуры Запорожья. Это самая массированная атака после начала российского вторжения. Нифига себе. Нанесены удары и по нескольким другим регионам Украины. Взрывы были слышны в Харькове. Так. 22 года решения свободы получил экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. 22 года его, да. Ну, знаете Фургала. Арест Фургала в 2020-м вызвал массовые протесты в Хабаровске. Ну и что? Ну вот его и посадили. Так. Умер журналист, публицист, писатель, бывший сотрудник Радио Свобода Олег Панфилов. Ему было 65 лет. 65. Мой ровесник практически, мне 66. Я его не знаю, ребята. Красноярцы пожаловались Путину на черное небо над городом. Да ему-то наплевать. Какой-то там Красноярск. То ли дело Юпитер, Венера, Марс. Так, он вышел, да. Уже из нашей галактики. Летит там где-то. В архиве Роскомнадзора обнаружили список оскорблений Путина. То есть, вот как его нельзя называть, иначе посадят. Его нельзя называть. Я читаю. Тупорылым, чмырем, извращугой, а всего в списке больше 700 слов. Нифига себе. И тут вот комментарий интересный. Все 700 с лишним слов отольем в граните на его могиле. Да, любовь народная налицо. Это, ну вот, все это комментарии. Бункерный дед. Плешак фюрер. Да. Чмырь тупорылый. Тут еще комментарий. Узнал много новых слов. Под угледаром разгромили российскую колонну из десятков танков и БМП. Так, об этом пишут каналы. Даже связаны с ЧВК Вагнера канал Грейзон. Так, нифига себе. Речь идет о 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Уничтожили 15 танков, а всего 31 единицу. Колонна шла. И все бах-бах. Так. Жители Забайкальского поселка потребовали отменить торжественные похороны Вагнеровца, осужденного за убийство. Раньше его осудили за убийство пастуха. Вот. И он это самое, сел в колонию, потом Вагнер его забрал, его уже убили на войне, на украинской. И вот сейчас хотели устроить торжественные похороны. Против. Против жителей. Угу. Так. Вот интересный парень пишет. Знакомая уволилась из Следственного комитета. Так как, говорит, сильно демотивирует, когда выслеживаешь преступника, доказываешь его вину, его сажают, а потом он оказывается на свободе и возвращается героем. Все кверх ногами, ребят. Так. Бывшего партнера Роснефти обманули почти на 600 миллионов долларов. Интересно, это что такое-то? Так. Один из крупнейших домов, значит, торговых домов оказался в центре скандала. Судно с партии никеля из Индии пришло не с тем металлом. Стоимость партии редкого металла, никель, да, оценивалась в 577 миллионов. Однако, по прибытии в порт назначение выяснилось, что судно забито более дешевыми металлами, а никеля на борту не оказалось вовсе. Нифига себе нагрели. Нагрели партнера российской госкомпании Роснефть. Так, что тут еще? СМИ цитируют якобы расследование, в кавычках, американского блогера о причастности США к взрывам на северных потоках. Да, ну, российские СМИ цитируют. Так вот, его вот этого блогера уже ловили на фейках. Ну, все это вранье, конечно. Все вранье. Пропавший в 1997 году депутат Госдумы Марк Горячев был расчленен в Петербурге. Это выяснили спустя 25 лет. Нифига себе. Да, тут комментарий. Питер держит марку. Расчленение Град. Да. Так. В ООН выразили обеспокоенность по поводу убийств российских военнопленных. Да, да, расстрел российских военнопленных. А кто выразил обеспокоенность? Ну, какой-то ООНовец Алик. Да. Он беспокойный весь. Так, что за чухня. Насмерть сбившему 11-летнюю девочку на остановке россиянину вынесли приговор. Ну, и что, три недели без компота. Два года колонии. Нифига себе. Сбил насмерть 11-летнюю девочку на остановке. Подросток скончался на месте. Да. В Брянской области младшеклассник случайно зарезал мать. Ну, случайно. Мам, ну ты что, не понимаешь, я тебя случайно зарезал. Ужас какой-то. Вот я даже не знаю, что говорить. Неизвестное существо напало на собаку. Так, это что такое? Какой-то российский исполнитель СМАШ, настоящее имя Андрей Ширман, заявил в полицию о том, что неизвестное науке животное напало на его собаку. Нифига себе, вон животное ходит. Ну, это известное науке, это рыженький. Да, неизвестное науке животное, одетое в форму Росгвардии, надо было написать. Так, Путин поручил расстрелять в деревянные дома жильцов из аварийного жилья. Нет, не расстрелять, расселять. Ну, а их расстреляют. Лишнюю букву поставят и всё. Так, из аварийного в деревянные дома. Ну, да. Так, вслед за Третьяковкой директора сменили в Русском музее. Да, ну, там тоже. В Русском музее. Да, рыженький, вот такая обстановка. Тоже племянника какого-нибудь поставили. Северная Корея провела самую масштабную демонстрацию ядерного оружия в истории. Какой-то парад у них. В честь 75-й годовщины образования Корейской Народной Армии. Показали рекордное количество ракет. Ну, так, ну, вон они. Какие-то ракеты. Гвоздиком что-то прибито. Фанерные, наверное. Так, визажист рассказала, как подготовить рожу лица к весне. Господи, к чёрту. А, кожу лица. А у меня лучше получилось. Врачи рассказали, как рядовая пневмония привела Костомарова к гангрене и ампутации. Ну, помните, я им рассказывал, да? Ну, да. Ну, вот и чё они, как они рассказывают? Сидим, бухаем, как обычно, да? Ну, и дальше я не буду читать. Так, Собчак впервые признала, что стала гражданкой Израиля. Граждане евреи, гоните её к чёртовой матери. К чёртовой матери. Так, ладно, что ещё? Состояние журналиста Сванидзе остаётся крайне тяжёлым. Лежит, ну, живой, да. Проблемы с лёгкими и опять сепсис. Ну, попадаешь с насморком, а у тебя уже сепсис. Это российские больницы. Учёные объяснили трудность предсказания землетрясений. Не подошли и близко. Да, не могут предсказывать. Ещё дождик-то туда-сюда, а землетрясений нет. Так, что тут ещё у меня? Несмотря на очередной ракетный удар РФ, уроки для киевских школьников продолжаются. Занятия во время тревоги проходят в метро. Вместо классной доски, планшеты, ноутбуки. Вообще кошмар. Вот это кошмар ведь, а? Так, по 500 рублей обещают заплатить желающим прийти на концерт-митинг в Москве, приуроченный в годовщине признания России независимости так называемых ДНР и ЛНР. Вот они стоят. Сколько ДНР стоит? 500 рублей. ЛНР сколько? Тоже 500 рублей. Ну, да. За недопуск России на Олимпиаду 2024 выступили 35 стран. Да ну, нечего делать. Так, Минобороны раскрыла стоимость комплекта новой формы для участников СВО. Ну, чё тут форма? Красная материя, доски, гвозди. Ну, что ещё? Какая форма-то? Так, в Аргентине объяснили отказ во въезде беременным россиянкам. Миграционная служба Аргентины отказала во въезде шести беременным россиянкам. Да ну, конечно, они приезжают туда рожать и остаются. Угу, раскусили, наконец. Орловцев попросили не передавать бойцам СВО картошку. В Орле собирают это, барахло и жратву для СВОшников. Так, бойцам требуется одежда, предметы личной гигиены, а картошку не надо. Они начинают кидаться и не идут в бой. АвтоВАЗ начал предсерийный выпуск «Лада Веста». Предсерийный. А когда же будете серить-то? Так, это что ещё? Россиянин незаконно пришёл в Финляндию из Карелии на лыжах. Вот молодец какой. Перешёл российско-финскую границу в Каливальском районе. Ну, и чё, теперь там он будет жить в Финляндии, да? Ищет убежище, он сказал. Так, народный артист Александр Филипенко уехал из России после осуждения СВО. Филипенко, вы знаете, да, Александр Филипенко? Классный артист, кстати. Уехал всё. Уехал. Так, ну и правильно. Так, вот Зеленский, его слова. Россия теперь такова, что запятнает кровью даже белый флаг Олимпиады, заявил Владимир Зеленский. Всё, да, нечего делать. Пока Россия убивает и терроризирует представителям государства-террориста, не место на олимпийских соревнованиях. Ну, а чё он? Он прав абсолютно. Да-то комментарий, кстати. Молодец, правильно всё. Угу. Так, что дальше? Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, помните, она с плакатиком выскакивала, рассказала, что бежала из РФ, сменив семь машин, одна из которых увязла в грязи перед границей. Так, покинув Россию, журналистка написала книгу о российской пропаганде. Сейчас она с 11-летней дочерью находится во Франции. Не очень я ей верю, но тоже убежала. Убежала. Так, в Казахстане стартовал чемпионат Азии по лёгкой атлетике. Да, чемпионат Азии по лёгкой атлетике. Что такое лёгкая атлетика? Это та же тяжёлая атлетика, только штанги лёгкие. Называется лёгкая атлетика. Так, выйдя на пенсию, учитель физики из Киева Олег Яновицкий воплотил свою мечту. Начал петь. Интересно. Когда РФ напало на Украину, он уехал в Германию и стал петь на улицах. Его талант заметили и устроили ему прослушивание в Боннском театре. Так, вот теперь он там поёт в Боннском театре. Молодец какой. У нас на кафедре анатомии, когда я учился в институте, был один преподаватель, он даже за главной партией пел в театре опера. Опера и балет в Саратском. Так вот людей находит всё-таки их природа. Так, опа! Польша готовится захватить Запад Украины. Ой, господи, это РИА новости передаёт. Ну, конечно. Ну, это фейк, ребята. Певицу Земфиру, экс-депутата Гудкова, ну, знаете его, он часто на Ютьюбе крутится, и политолога Галямова внесли в реестр иноагентов. Земфира попала в иноаг... Ну, она похожа на переодетую шпионку, да. Так, что тут дальше? Белый дом, сообщил США, сбили аэростат над Аляской. Китайский аэростат. Ещё один. Что они разлетались? Это что-то какое-то... Никогда такого не было. Так, свиньи подешевели до минимума за два года. Свиньи подешевели. Ну, их Росгвардия разбавила, и вот они сразу дешёвые стали. Так, опять. Мёртвого подростка нашли под окнами жилого дома в Москве. Мне вчера всё спрашивали, что это... Я не сказал, что кто-то там из окна выбросился. Ну, вот, ребята, сегодня уже нашли, да. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице нашли тело пятиклассника. Что за хрень? А, я заканчиваю, ребята. Россия сбрасывает воду из Каховского водохранилища. Это может привести к катастрофе на Запорожской АЭС. Чем занимаются? Вот какие-то гадости. Россия осушает огромное украинское водохранилище, подвергая опасности Запорожскую АЭС. В случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов. Вот спутниковые снимки, да. Да. На гидроэлектростанции, контролируемые российскими войсками, начали спускать в воду. Сволочь. И последний у меня. Президент США посетит Польшу 20-22 февраля. Заявили в Белом доме. Сегодня 11-е. Ранее польские власти сообщили о том, что направили Джо Байдену официальное приглашение в преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Полетит, полетит старый, захвати там штук 20 танков, по пути там в Украине сбрось, им пригодится. Все, ребята, у меня на сегодня все. Что-то я полглавы себе снес. Но зато рыженький целиком. Рыжий. Алло, Гришка. Ага. Смотрит. Ну ладно, пока. Все хорошего.